Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите в выпуске. Не сбавляя темпа, первый год работы губернатора Виктора Томенко. Каким этот год был и чем запомнился? Зима покажет, как муниципалитеты края готовятся к отопительному сезону, кто накопил многомиллионные долги. На финишной прямой. Уборочная кампания 2019 завершается. Кто в лидерах? Ровно год прошел со дня вступления Виктора Томенко в должность губернатора Алтайского края. Что изменилось за эти 12 месяцев и оправдал ли новый глава региона кредит доверия тех, кто поддержал его на выборах? Смотрите далее. Я верю. Вместе мы обязательно добьемся успеха и сделаем наш край сильным и процветающим. 17 сентября 2018 года в регионе началась новая политическая эпоха. Виктор Томенко приехал на Алтай из Красноярского края, где многие годы руководил заполярным филиалом Норникеля, а затем стоял во главе правительства региона. Президент Владимир Путин выразил ему доверие, а жители края встретились надеждой. Казалось, в одной фразе «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя» Томенко сумел выразить все народные чаяния. Одним из принципов своего управленческого стиля он провозгласил информационную открытость. Для меня вот эти вот вещи, связанные с настоящей открытостью, с настоящей прозрачностью власти, с настоящей демократией, с возможностью разным политическим силам реализовывать свои интересы, свои проекты, являются важными и принципиальными. С приходом Томенко оттепель в крае почувствовали не только журналисты и общественники, но и депутаты АКЗС, которые ранее в значительной степени были в стороне от принятия управленческих решений. Губернатор обсудил с ними будущую структуру правительства. Также депутаты теперь будут давать заключения по краевым госпрограммам и изменениям в план приватизации. С ними будут советоваться и при назначении директоров государственных унитарных предприятий. Главный посыл, что хватит заниматься говорильнее, хватит критиковать излишне друг друга. Надо браться и всем воедино, депутатам, исполнительной власти, общественности, муниципалитетам, единой дружной командой решать вопросы дальнейшего социально-экономического развития Алтайского края. Новые подходы к управлению регионом видны невооруженным глазом. Так, весной этого года Виктор Томенко собрал профильных министров своего правительства и приехал в Каменский район, где накопилась критическая масса проблем. В результате в Камни-на-Абе всерьез занялись ремонтом дорог и обновлением коммунальной инфраструктуры. Когда с проблемами остаешься один на один, с ними тяжело справляться, и они накатываются, как снежный ком. А когда с этими проблемами пытаемся разобраться совместно, совместными усилиями муниципального образования и правительства Алтайского края, то, конечно, эти проблемы, они вполне решаемы. И далее это дает толчок определенный к развитию нашей территории, нашего района и стимул для дальнейшей работы. Особое внимание Виктор Томенко, как бывший топ-менеджер Норильского никеля, уделяет алтайской промышленности. В регионе уже есть успешные современные предприятия – СИСОРТ, завод прецизионных изделий и ЗИАС Машинери, а также Алтайвагон, Алтайкокс, Эвалар и заводы напитков. Но определенно отрасли есть куда стремиться. Губернатор уверен, что взаимодействие власти и бизнеса должно способствовать появлению новых проектов и развитию экономики региона в целом. В конечном итоге они направлены на то, чтобы жизнь у нас становилась лучше. И люди, которые сегодня еще пока думают и смотрят, как бы подыскивают новые места, сказали бы, слушай, ну можно на Алтае хорошо и счастливо жить. В конечном итоге наша, государственная власть и края – это главная цель. Одну из главных целей Виктор Томенко обозначил привлечение в регион инвестиций. И эта работа уже дала первые плоды. В игорной зоне «Сибирская монета» запустили современную электроподстанцию. А крупный инвестор намерен вложить в развитие территории 3,5 миллиарда рублей. В пищевой отрасли федеральный игрок «Группа Черкизова» уже вложила в модернизацию алтайского бройлера почти 250 миллионов. Инвестор давно намеревался прийти в регион. Однако это удалось сделать лишь когда в крае сменился губернатор. Наше производство было сконцентрировано в европейской части страны. Мы сегодня лидер по производству мяса. Производим более миллиона, около миллиона двести тысяч тонн продукции из мяса. Но вот в Сибири мы практически не участвовали. И алтайский край нам видится как очень перспективный регион. Сегодня уже, наверное, крупнейший, один из крупнейших производителей зерна в стране. Но при этом мы считаем огромный потенциал, он недоиспользован, что касается производства мяса. Болезненным для большинства жителей края долгие годы был вопрос средней заработной платы. Регион по этому показателю стабильно держался в аутсайдерах, конкурируя в основном с республиками Адыгея и Дагестан. И здесь наметился пусть небольшой, но явный прогресс. На заработную плату в бюджете региона на 2019 год предусмотрено более 40 миллиардов рублей. А средняя зарплата по итогам первого полугодия превысила 26,5 тысяч рублей. Важным фактором оценки работы губернаторов является поддержка федеральных властей. Виктор Томенко возглавил рабочую группу Госсовета России по направлению сельское хозяйство. А летом стало известно, что в Алтайском крае при поддержке федерального куратора, министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, разработают программу ускоренного развития региона. Задачка заключается в том, чтобы найти вот эти дополнительные источники роста, инвестиций, развития социальной сферы, улучшения в сфере оказания различных услуг гражданам, допустим, здравоохранения, развития первичного звена или в сфере культуры. Год в масштабах госуправления и бюджетного планирования срок весьма небольшой. Для Виктора Томенко он стал во многом периодом аудита, оценки реального положения дел в регионе и формирования команды. Впереди реализация нацпроектов, работа по привлечению инвесторов, обновление коммунальной инфраструктуры, развитие промышленности, туризма и других отраслей экономики. Однако жители уже почувствовали изменения. Пока точечные, но не оставляющие сомнений в том, что в крае действительно наступили новые времена. Глеб Полянский, Новости. Уборочная кампания 2019 завершается. Почти 3,5 миллиона тонн зерна уже намолотили алтайские аграрии. Давайте взглянем на актуальные цифры. 7700 комбайнов без выходных работают в Алтайском крае. Уже убрано 70% полей. На сегодняшний день аграрии региона собрали 62% пшеницы, 90% овса и столько же ячменя. Убрано половина полей, засеянных льном и 46% масленичного рапса. Всего в этом году крестьяне должны собрать 4,5 миллиона тонн зерна. Более 4,5 миллиардов рублей направили в Алтайском крае на подготовку котельных и теплосетей к отопительному сезону. Однако из-за задолженности за энергоснабжение отключенными в регионе остаются 57 котельных. Теплоснабжающие предприятия задолжали ресурсовикам 861 миллион рублей. Как будет решаться эта проблема в материале наших корреспондентов? Вопрос получения паспортов готовности на следующий отопительный зимний период является принципиальным. Если хотите, он является политическим. Глава региона четко сформулировал задачу подготовки к отопительному сезону перед местными властями. На объектах так называемой «большой энергетики» все традиционно в порядке. Суммарные запасы угля на ТЭЦ края составляют около 900 тысяч тонн. Это более чем втрое превышает норматив. Запасы мазута около 11 тысяч тонн. Также согласно нормативам на всех объектах энергетики сформированы аварийные запасы, материалы и оборудования. В целом по состоянию на сегодняшний день объекты большой энергетики к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода готовы. В муниципалитетах ситуация сложнее. Сохраняется высокая просроченная задолженность за энергоснабжение котельных. В результате отключенными остается 57 котельных, что почти в 6 раз меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее проблемными стали Змеиногорский, Третьяковский, Михайловский, Смоленский, Павловский, Черыжский и Усть-Пристанские районы. Губернатор призвал отказаться от порочной практики взаимодействия муниципальных властей с энергетиками, установленной в предыдущие годы. В разговоры с энергетиками не вступаем, денег им не платим, они, естественно, отключают котельные. Дожидаемся начала отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует, получаем представление, подключаем котельные. Вот круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать. Когда десятки котельных, в данном случае в районах, отключены, это нонсенс. Это предмет для орг и прочих выводов. А в городах и районах края к отопительному сезону подготовили более 1800 котельных, 3000 тепловых и 14000 водопроводных сетей. Только в Барнауле на эти цели направили более 2 миллиардов рублей. Муниципалитетам на отопление понадобится 650 тысяч тонн угля. Почти треть этого объема уже закуплена. Также сформирован резервный запас твердого топлива в объеме более 50 тысяч тонн. Однако в некоторых территориях сохраняется высокий риск неполучения паспортов готовности к зиме. Бийский муниципальный район, Калманский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Смоленский, Тольменский. И города Олеськ, Славгород, Яровое уже об этом было сказано. Это те муниципальные образования и районы, у которых сегодня мы видим риски получения паспортов. В прошлом году паспорта готовности к отопительному сезону в крае не получили 25 муниципалитетов. 22 из них, где ситуация критическая, получили по решению губернатора Виктора Томенко на устранение нарушений поддержку из краевого бюджета в сумме 53 миллиона рублей. Однако, по данным Ростехнадзора, 18 муниципалитетов в этом году снова не смогут получить паспорта готовности. Однако, есть и положительные примеры. В частности, связанные с работой сибирской генерирующей компании в Рубцовске. Работа действительно титаническая и проделана. Сейчас нами инициирована внеплановая проверка в соответствии с заявлением. Нарушения он обязуется устранить, уже пакет документов он нам направил. Я думаю, что Рубцовск раз и навсегда решит проблему с получением лицензии. Краевые власти не намерены допускать повторения ситуации прошлого года, когда жители Змеиногорска и Ярового почувствовали на себе недоработки в подготовке к отопительному сезону. Поэтому внеплановые проверки Ростехнадзора будут продолжаться как минимум до 30 сентября. А губернатор Виктор Томенко поставил задачу не допустить аварийных отключений и обеспечить бесперебойное теплоснабжение всех потребителей. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. Оставайтесь с нами и вы узнаете. Паспорта по осени считают. 15% многоквартирных домов Барнаула не получили паспорта готовности. Какие недочеты нашли? Здравствуйте, люди. Театральный марафон по произведениям Шукшина прошел в Краевой столице. Какие спектакли увидели зрители? Заслуженные награды. 9 медалей привезли пловцы края из Лондона с чемпионата мира для параспортсменов. До начала отопительного сезона остались считанные дни. А 15% многоквартирных домов Барнаула все еще не получили паспорта готовности. Какие недочеты нашли, выясняла наша съемочная группа. Зима близко, а начало отопительного сезона и того ближе. Пройдут считанные недели и батареи в домах барнаульцев должны быть горячими. Однако паспортов готовности до сих пор нет почти у 15% многоквартирных домов. Практически на всех объектах причины схожи. На этом интернодоме инспектор зафиксировал, что на нем узел управления готов, приборы учета все готовы, запорная арматура соответствует, есть схема подачи теплоносителя. Ну, отсутствует, частично отсутствует изоляция трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. Еще одна частая причина – неправильное остекление окон подъезда или наличие отверстий в мусоропроводе. Из-за этого дом быстро теряет тепло. Краевая госинспекция составляет предписание по устранению неполадок. И если окна можно починить быстро, то с опрессовкой и промывкой системы все намного сложнее. Времени мало. Теплоноситель должен поступить в дома уже с 23 числа. Бывает так, что управляющая организация не приняла меры по промывке и опрессовке системы отопления, но отопительный сезон начался, система заполнена теплоносителем. Соответственно, управляющая организация уже не может выполнить эти мероприятия по промывке и опрессовке этих систем. То есть на данные мероприятия мы уже не можем фактически выдать предписание, но можем принять меры административного воздействия, чтобы в будущем управляющая организация задумалась над тем, чтобы выполнить подготовку жилого фонда в соответствии с законодательством. Наказание для должностных лиц от 100 до 250 тысяч рублей. 300-350 для юридических. При этом, как говорят в управляющих компаниях, недочеты возникают не всегда по их вине. У одной организации некоторые дома могут быть готовы, а другие нет. Для того, чтобы дом содержать хорошо, чтобы он в идеальном состоянии был, в него нужно вкладывать. То есть время содержания общего имущества лежит на всех собственников. И зачастую собственники как бы не понимают этого, наверное, и поэтому как бы не принимают тарифы более высокие, которые бы обеспечивали более качественное содержание общего имущества. Как нам пояснили в госинспекции, дома, которые не получили паспорта готовности, не останутся зимой без тепла. Их также подключат к отоплению. Правда, хоть системы и будут работать, эти нарушения повысят вероятность возникновения аварий. Екатерина Варкентин, Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин. Новости. Новый сезон Краевой театр драмы открыл масштабным театральным марафоном. Всероссийский фестиваль «Здравствуйте, люди!» прошел в регионе на этой неделе. Какие спектакли показали зрителям, знают наши корреспонденты. Творческим миром знаменитого писателя зрители начали знакомить еще на площади перед театром. Желающие читают любимые произведения, смотрят отрывки знаменитых фильмов и короткие постановки. Как сказала Маша Шукшина, Алтайский край приватизировал Шукшина. Поэтому все считают, что Шукшин наш, мы его очень любим. Поэтому хотелось, чтобы все от мала до велика как-то приобщились к этому. В зрительном зале «Аншлаг» по масштабу театральный фестиваль «Здравствуйте, люди!» уступает разве что Шукшинским дням на Алтае. «Познакомить через театральное произведение, познакомить как можно больше зрителей с творчеством Василия Макаровича, дать почувствовать разнообразие тех образов и идей, которым просто его произведения насыщены». Здесь, на родине Шукшина, театралы из Москвы, Новокузнецка, Омска, Барнаула показывают свои интерпретации вечных произведений Василия Макаровича. Ну а открывает 9-дневный театральный фестиваль пьеса Московского государственного театра у Никитских ворот под названием «И цирк». Это сценическая версия рассказа Шукшина, Чередниченко и цирк. На сцене всего 5 человек. В главной роли Чудик, который влюбляется в циркачку и в первый день знакомства зовет ее замуж. «Внутренний монолог, озвученный внутренний монолог в исполнении Юрия Васильевича, заслуженного артиста. Он очень помогает мне в существовании именно Чередниченко. Он озвучивает то, что, может быть, я думаю». Шукшин говорил, умеешь радоваться? Радуйся. Нет? Сиди. Так вот, я думаю, что зрители сегодня будут вместе с нами радоваться Чудику, который украшает мир, Чередниченко. Всего с 18 по 26 сентября участников и зрителей театрального марафона «Здравствуйте, люди!» ждет 7 спектаклей по знаменитым произведениям Шукшина. Торопитесь, билетов почти не осталось. Анастасия Борисова, Антон Червяков, Новости. Девять медалей привезли пловцы края с чемпионата мира для параспортсменов. Крупное спортивное мероприятие прошло в Лондоне с 9 по 15 сентября. На этой неделе сборная вернулась в Барнаул. О героях мирового масштаба расскажут наши корреспонденты. Плавцы Роман Жданов, Егор Ефросинин, Юрий Лучкин, Артур Кубасов и тренер Елена Соколова. Тех, кто встречает нашу команду в аэропорту, немного зато овации громкие. И аплодировать есть за что. На чемпионате мира по плаванию в Лондоне для параспортсменов команда из нашего края привезла 9 медалей. 7 из них, 4 бронзы и 3 золота, а вместе с ним и 3 мировых рекорда у Романа Жданова. За неделю соревнований он обновил лучшие результаты на дистанциях 100 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 200 метров вольным стилем. Причем на двух сотнях Роман выиграл всего лишь касание у японца Такаюки Судзуки. Все тренировки, вся подготовка, просто не прошли зря и вот он результат вот этого всего. Занимаюсь я с 2013 года. В день у нас выходит примерно по часов 5-6 на тренировку. По признанию тренера Елены Соколовой, Роман сегодня это лидер сборной. Он первый в когорте тех, кто может конкурировать с параспортсменами из других стран, законодательниц МОД в плаванье. Нидерландов, Италии и Колумбии. Но на подходе и новые кадры для сборной. Есть спортсменка Калентина Ивана, которая также внесена в систему Адамс, то есть это антидопинговая система. И я надеюсь, что в ближайшее время, она в принципе член сборной России, что в ближайшее время выехаем на международные старты, где она получше международные старты. В ближайшее время у мужской сборной отдых. Немного набраться сил, а затем подготовка к первенству Европы, которая пройдет в мае. Но основная цель – Паралимпиада в Токио 2020 года. Это будет главный старт последних лет для алтайских пловцов. Владислав Кириенко, новости. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова